соборы. И поэтому мы можем видеть собор именно таким, каким его задумывал Тимофей Гусев, подрядчик, который пришел с артелью каменщиков из Нового Усолья, чтобы строить вот этот храм. Рядом мы можем увидеть и дом воеводы. Почему это так важно? Ну, это фактически на территории Кремля главное здание. Дом воеводы был построен в 1701 году. В 1802 его полностью перестроили. Интересно, что и сегодня, как столетие назад, в нем размещается администрация Верхотурья. Правда, в 17-18 веках Верхотурья, как государева таможня, имела значительно больший вес. У ее ног лежала огромная территория от Урала до Китая. Купцы с товарами из Смоленска, Москвы, Новгорода, через Ярославль, Волокду, Великий Устюг, Соликамск попадали в Верхотурье. Оттуда в сибирские города Тюмень, Тобольск и далее, в Монголию и Китай. Благодаря тому, что на Верхотурской таможне был арестован необычный груз, но для нас он необычный, мы знаем, что первый самовар появился не в Туле, а именно у нас на Урале. И многие курьезы были связаны, конечно, и с жадностью Верхотурских чиновников. Но, тем не менее, нам интересно то, что мы, фактически, попадая в Кремль, погружаемся даже не в привычный нам 18 или 19 век, мы уходим еще дальше. С Верхотурьем связано немало интересных историй, которые, может быть, не так широко известны. Например, то, что Верхотурье было тюрьмой для царских невест. Вот, например, первый царь Михаил Федорович вполне был готов жениться, но будущая невеста очень не понравилась его родственникам. И хотя сам царь питал к ней симпатию, они сделали все, чтобы девушку признали бракованной, то есть по состоянию здоровья, которая не может стать царской женой. Ну, а чтобы искушение молодым встретиться больше не давать, ее услали в Верхотурье. И так же происходило и еще с некоторыми деятелями. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА